здравствуйте дорогие друзья мир вам драгоценные мужчины и женщины сегодня хотел предложить вам прослушать очень важное послание от бога к нашей жизни дело в том что инициатором горя инициатором проблем трудностей и невзгод в жизни не является бог люди зачастую сами создают те условия когда они как бы притягивают горе к себе как избежать того чтобы горе прошло стороной мимо нашей жизни я верю что божье слово это рецепт для того чтобы быть счастливыми полноценными и благословенными людьми откройте свое сердце и наслаждайтесь божьим словом который обильно будет вселяться в ваши сердца и разум да благословит вас господь увидимся в конце этой программы я сегодня хочу говорить на тему как не допустить горе в жизни человека так называется моя проповедь и я хочу чтобы вы открыли место писания это исая 5 глава пророк исая говорит горе тем которые зло называют добром и добро называют злом тьму почитают светом а свет почитают тьмою горькое почитают сладким а сладкое почитают горьким горе тем которые мудры в своих глазах и разумны перед самим собою горе тем которые храбры пить вино и сильны и сильны приготовлять крепкий напиток которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного зато как огонь съедает солому и пламя истребляет сено так и стлеет корень их и цвет их разнесется как прах потому что они отвергли закон господа саваофа и презрели слова святого израилева тема моей проповеди так и называется как не допустить в жизни горе что такое горе наверное каждому из нас известно состояние депрессии отчаяние страха безысходности когда на глазах слезы когда в сердце камень когда жить не хочется и эта мелодия которую люди готовы петь мама зачем ты меня родила было ли у вас такое состояние хоть чуть-чуть без бога у меня было множество раз такое состояние несмотря на то что я был молодым и перспективным занимающимся бизнесом человеком у которого есть и жена и ребенок мне казалось что мне ничего не страшно в этой жизни и вот однажды пришло горе и постучалось в мой дом и я не смог будучи таким самоуверенным молодым сильным человеком как я себя считал не смог противостоять этому горю не смог после того когда горе стало моей частью жизни я не хотел жить я был на грани отчаянно попытки уйти куда-то лишь бы не было так больно и жалко себя самого вы знаете все наши проблемы все наши ошибки людские я говорю сейчас глобально только по одной причине мы отвергли слово святого господа саваофа и ни во что не ставили его к нему относились с пренебрежением и когда ты игнорируешь заповеди господни когда для тебя подумаешь там бог сказал библия сказала у меня есть на этот счет свое мнение или мне это не выгодно мне это ну абсолютно как бы не подходит не мой цвет и не мой размер жить по каким-то заповедям вы что я же молодой вот может быть состарюсь тогда пойду в церковь нет никакой гарантии что люди доживут до старости без бога вы слышите потому что сатана это мастер по обрыву пленки жизни на самом интересном я помню как в советское время всегда смотришь какой-то фильм такой потрясающий сюжет сценарий захватывающие действия и раз прервалась оборвалась пленка и все люди вау на самом интересном как по закону подлости вы знаете вот то что делает дьявол он высоко поднимает он высоко может поднять бизнесмена политика авторитетную личность высоко высоко и человек парит над всем и думает вау какая фортуна как круто в жизни мне повезло даже не подозревая что великое падение начинается с великого поднятия гордость предшествует падению говорит слово божье возгордившись человек думает что он творец всего его руки его интеллект его деньги его связи его родство обеспечит ему в жизни огромное протеже но правда истина в том что без бога никто не может быть счастлив никто даже самый великий царь если в его нету в сердцах господа он самый несчастный человек нет конечно он на публике будет держаться он будет рассказывать как ему повезло у него будет брать интервью и он будет всем трезвонить что все хорошо все нормально но когда он один один остается дома его подушка промокла его слезами разочарование и отчаяние посмотрите о чем говорил пророк Исаия горе тем которые зло называют добром а добро называют злом когда мы не имеем перед собой библии книги которая называет вещи своими именами то без руководства в жизни слова божьего вещи которые являются реально злом отравой мы путаем и думаем как люди своим человеческим умом что это нормальные вещи до того момента как я начал читать библию я думал что некоторые вещи сферы жизни моей то что я делал это нормальные вещи я знаете как оправдывался как наверное миллионы людей я же делаю то как делают все было у вас такое когда первый раз вы столкнулись с истиной вы посмотрели на себя так знаете как бы самокритично ну я же не убийца я же не чикатило не насилую не убиваю не такой же страшный маньяк от которого надо избегать и дьявол говорит конечно ты не такой ты нормальный по сравнению с теми ты еще божий одуванчик и знаете когда ты читаешь библию то она показывает каждому из нас самое настоящее правдивое состояние нашей жизни это не кривое зеркало помните как в аттракционах заходишь комната смеха заходит какой-нибудь худенький худенький стройненький человечек и попадает какое-то королевство кривых зеркал и он такой гигант огромной массы детина такой на самом деле он худышка но зеркало кривое зеркало растягивает его фигуру или наоборот заходит такой полный такой большой человек и в каком-то одном из зеркал он такой тоненький худенький как стебелечек знаете в чем отличается библия от всех этих кривых зеркал она нам показывает именно то кем мы и являемся на сегодняшний день без искажения без искажения когда мы не знаем слова божьего то мы очень легко можем перепутать доброе провозгласить что это злое а злое подумать что это доброе знаете то что происходило в советском союзе религию называли опиумом для народов типа костылем для хромых уже изувеченных людей ну верить в бога это значит как бы на последних аккордах жизни стать каким-то богомольным типа молодые люди перспективные они не нуждаются в боге это только только для тех кто уже одной ногой на кладбище и дьявол как всегда является извращенцем потому что когда человек старается верующим в начале своего жизненного пути когда он еще ребенок и ходит на воскресную школу когда он подросток и ходит на подростковое служение когда он молодой парень и девушка еще целомудрен не разбит не разрушен знает господа знаете что произойдет он избежит миллионы трагедий в жизни миллионы смотрите горе тем которые сильны приготовлять крепкие напитки люди которые сегодня зарабатывают таким бизнесом когда они спаивают людей когда они торгуют наркотиками и что-то делают что убивает человека или например врачи в абортариях которые как бы помогают девушкам женщинам в это сложное время и они лишают жизни тех младенцев которых бог дал им эти люди знаете запускают механизм воздаяния потому что если ты сеешь смерть ты никогда не пожнешь жизнь если ты торгуешь алкоголем и говоришь а что мне делать мне деньги надо то ты не просто ты смертью торгуешь все торговцы смерти однажды получают воздаяние смерти за свое зло на чужих слезах на чужих каких-то моментах жизни когда человек не хочет жить из-за того что с ним так поступили у него забрали у него у него отняли что-то ценное дорогое развели его какая-то пирамида финансовая какие-то еще вещи и человек остался гол как сокол послушайте горе тем которые так поступают горе тем и пожают контракт за 21 стих в своих глазах они умники в своих глазах они гиганты мысли в своих глазах они великие комбинаторы но Божье говорит горе тем которые мудры в своих глазах и разумны перед самим собой. То есть у них нет этого морального кодекса чести, у них нет этого морального кодекса стержня праведности. Они поступают, как им хочется, как им выгодно. Посмотрите, эти люди, они не понимают, что хуже, как себе самому, они никому не делают. Вы согласны, друзья? Хуже, как самому-самому себе, они никому не делают по причине того, что бумерангу свойственно возвращаться к тому, кто запустил этот бумеранг. Скажем на это Аминь, церковь. Бумерангу свойственно вернуться, он полетает, он где-то там кого-то, может быть, собьет, но он обязательно вернется в руки того, кто его запустил. Скажем на это Аминь, братья и сестры. Вот почему для нас, как для верующих людей, эта книга священна не тем, что она святая до такой степени, что к ней нельзя прикасаться. Нет. Она для нас цена, потому что она дает святые советы, как не вляпаться в халепу, как не наступить на эти грабли, как не окасаться у разбитого корыта, как не покрываться горем и не петь горишко мое горемычное. Смотрите, друзья. Которые за подарки оправдывают виновного, мы сегодня живем в таком коррумпированном мире. Мы сегодня живем совершенно в том мире, которое вообще чисто по-человечески такое злой мир, такой безжалостный мир, такие несправедливые законы. Коррупция. На коррупции сидит и коррупции погоняет. За подарки, за взятки можно решить все, что угодно. И люди вынуждены, большинство людей, которые внутренне не хотят это делать, их как бы насилуют. И даже дьявол такие поговорки попридумывал, не подмажешь, не поедешь. Вы слышали такое, да? Что все надо решать вот так, через коррупцию, через взяточничество. Ну как? Все берут, все дают. И Слово Божье нам говорит и учит нас, разумляя, говорит, никогда горит тому человеку, который за подарки оправдывает виновного, никогда не делает такого. Правых лишает законного. правых, безобидных, беспомощных, лишает их законных каких-то финансов, материальных ценностей. Я всегда вспоминаю эту историю о Закхее. Закхей был высокопоставленным чиновником. Он был начальником налоговой инспекции города. Сколько людей завидовало ему. Сколько простолюдин ходили и где-то наедине говорили, конечно, это же Закхей. Ему повезло в жизни. Вовремя пошел в юридический институт, пробрался по карьерной лестнице, стал чиновником, всех растолкал локтями, пробрался на этот бизнес-олимп, получил все от жизни, но внутри остался пустышкой. Потому что, когда он услышал, что есть Иисус, Сын Божий, которого не подкупишь, которого подарками не завлечешь, с которого взятки не получишь, ему захотелось встретиться с таким человеком. Мы в этом мире, братья и сестры, мы те, к которому тянутся люди этого мира. И не из-за того, что мы чем-то особенные и отличительные. Единственная причина, по которой люди к тебе и ко мне тяготеют, это то, что внутри нас есть совершенно другая начинка, другое содержание. Скажем на это аминь. Этого света нету у детей сыновей тьмы. А в тебе и во мне есть этот свет. Ты и я носители этого света. И Библия говорит, что всякий, ходящий во тьме, он хочет приблизиться к свету. Он идет на свет. Он ползет, он пробирается. Он хочет с тобой пообщаться, услышать мудрый совет. Он хочет, потому что у него этого нету. У него может быть все материально, но нету того, что есть у тебя и у меня. Нет духовного стержня. Аминь. Это величайшая привилегия, которую мы имеем, как верующие люди. Мудрый царь Соломон говорит, что живому псу лучше, нежели мертвому льву. Когда человек живой, когда он по-настоящему радостный, а не из-за допингов у него градусы радости поднимаются, не из-за увеселительных напитков, а это стиль жизни. Радость пред Господом, сила моя. Радость, которую дает Дух Святой, а не алкогольное влияние на мозги, которые умерщвляют клетки мозга после очередного допинга. Радость – это внутреннее состояние наших сердец. Нам не надо пить антидепрессанты. Нам не надо обращаться за какими-то допингами, потому что Иисус – наша радость. И когда Он с нами, нам радостно, и нам хочется жить в этом безумном мире. Друзья, мы подошли к самому важному и ответственному моменту этой программы. Я хочу вам предложить помолиться, потому что молитва так важна для каждого из вас. Когда человек молится, он открывает сердце своему Богу, и Господь может по его молитве что-то изменить к лучшему в жизни любого человека. Поэтому сейчас, если вы еще никогда это не делали, сделайте, пожалуйста, откройте свое сердце и скажите своими устами эти слова, которые навсегда могут изменить всю вашу дальнейшую жизнь. Скажите так за мной. Дорогой Небесный Отец, я прихожу к тебе в этой молитве через имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Я верю, что Он умер за мои грехи и воскрес на третий день для моего оправдания. Иисус, войди в мое сердце, стань Господином всей моей жизни. С этого момента я вверяю в Твои руки свое будущее. Благодарю Тебя, что Ты слышишь меня, спасаешь мою душу и становишься Господом всей моей жизни. Благословляю Тебя, мой Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Драгоценный, если вы сказали эти слова, молитвы грешника, молитвы к великому Богу, Господь стал спасителем вашей души. И на небесах сегодня великий праздник, если хотя бы одна душа покаялась и призвала имя Господа. Но сохранить это спасение вам помогут некоторые важные советы. Первое. Начните молиться Богу. Каждый день, просыпаясь утром и ложась спать. И в течение всего дня обращайтесь к Нему. Он теперь слышит вас. Потому что между вами и Богом разрушена стена греха. Вы имеете доступ к Нему и Он может говорить и в ваше сердце. Второе. Начните читать Библию, потому что эта книга даст вам духовный рост. И вы укрепитесь в Господе, читая Слово Божье. Третий важный момент. Найдите себе духовную семью. Это люди, которые живут рядом с вами. Наверняка в вашем городе или поселке есть собрание верующих людей, которые также любят Бога и читают Слово. Станьте частью этой большой духовной семьи. И четвертый момент. Не забывайте смотреть наши программы. Я верю, что это будет для вас благословением, потому что мы молимся и благословляем наших дорогих друзей и телезрителей. С миром Божьим! С вами был Юрий Коновалов и программа «Последнее время». Увидимся в следующий раз. Благословения вам! У каждого из нас наступает в жизни момент, когда мы задаем себе вопрос «Почему не осуществляется моя мечта? Почему я не вижу результата? Почему Бог не дал мне ресурсы, умения, способности?» И после сотой попытки мы разочаровываемся. И нет ничего, что могло бы вдохновить нас и дать нам силы идти дальше к нашей мечте. Корень этой проблемы заключается в том, что мы не умеем терпеть. Мы хотим видеть результат здесь и сейчас. Но где взять это терпение? Во-первых, терпение приходит от четкого осознания того, для чего сотворил меня Бог. Во-вторых, от понимания того, что то, что я делаю, приближает меня к мечте. Научись искусству небольших достижений. Каждый день делай что-то, что будет тебя хотя бы на миллиметр приближать к твоей мечте. Осознание твоих маленьких достижений и умение радоваться им — это то, что вдохновит тебя и поможет дальше двигаться к мечте. Бог сотворил тебя. Это Он вложил в твое сердце мечту. И только Он знает, как и когда она осуществится. Начав общаться с Ним, ты узнаешь, для чего Он сотворил тебя и поймешь, как осуществить твою мечту. В новой жизни Пусть услышь ты, как Он бьется с новой силой. Прощены мы, и ты тоже. Сердце бьется в таксо громче. Пусть бьет сквозь нас, любовь течет. Пусть свободен в новом слухе, голос твой божь быстрый громче. Ты вечный и ты славный Бог, Стоит на имени Твоем. И небеса наш вечный дом, В единстве песню мы поем. В новой жизни Пусть услышь ты, как Он бьется с новой силой. Прощены мы, и ты тоже. Сердце бьется в таксо громче. Пусть бьет сквозь нас, любовь течет на стол. Пусть свободен в новом звуке, Голос твой божь Стоит на имени Твоем. И небеса наш вечный дом, В единстве песню мы поем. И небеса наш вечный дом, Не небеса наш вечный дом, Ай, 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 ай. Веки царство будет жив, И в сердце милость есть внутри. И нет подробного тебе Ты правишь на веки царь царей Ты вечный и Ты славный Бог Стоим на имени Твоем И небеса наш вечный дом Приди с Ты песню мы поем Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...